Улица Советской Армии, дом 200. Снег во дворе убрали буквально день назад. За лопатой сотрудники управляющей компании взялись только после жалобы жителей в районную администрацию. Теперь хотя бы пройти к дому можно, говорят жильцы. Убрали вчера, до вчерашнего дня вывезли. Писали мы в администрацию. Горы были, вывезли. Хотя бы можно к подъезду подъехать. Как управляющие компании Самары справились с поставленной задачей. За пять дней привезти в порядок дороги, тротуары во дворах, убрать сосульки и снег с крыш проверили сотрудники городского департамента ЖКХ. Объехали каждый район Самары. Адреса выбирали в том числе на основе жалоб самарцев. Особое внимание обращали на дома со скатными кровлями. С крыши 8-го дома по улице Мичурина свисают огромные сосульки. Явное упущение управляющей компании. Хотя коммунальщики заявляют, крышу чистили местами, а местами побоялись за автотранспорт жильцов. Чаще всего не удается снять сосульки с кровли по причине машин. Как вы видите, они ставят рядом с фасадом дома. Когда сосульки падают вниз, то разлетаются и могут повредить машину. В этом состоит проблема. А вот что помешало управляющей компании сбить сосульки с дома номер 36 по улице Гай неизвестно. Здесь даже кровля не скатная. Анализ внушительная. Причем на земле коммунальщики поработали. Выходы из подъездов расчистили до асфальта. Делали это, видимо, не поднимая головы. На проспекте Масленького наледь с крыши позбивали. И как нарочно оставили глыбы льда прямо на тротуаре. Из-за чего прохожим приходится пробираться сквозь ледяные завалы. Впрочем, есть дворы, где управляющие компании поработали. Гастелло 35А. Внутриквартальные проезды и выходы из подъездов привели в порядок. В условиях Аврала управляющие компании довольно странно поделили производственные возможности. Если почистили крыши, дороги в сугробах, где чистые проезды, сосульки на кровле. Яркий пример – двор на улице Красноармейская, 62. Вот снегопад прошел. Там сосульки только в этом же году кошмар. Только почистишь, они опять налезли новые. Все. Все почистили. Быстро, прям хорошо. А внизу вот здесь чистят. А там вот на подъезде к помойке. Там вообще кошмар. Там каша. В большинстве случаев управляющие компании прошлись, что называется, по верхам. Есть и лидеры печального рейтинга. Хуже всех сработала компания «Альтернатива». Особенно в части уборки наледи с крыш. Сотрудники департамента ЖКХ вместе с представителями районных администраций и городской административно-технической инспекции объехали сотни дворов. Список претензий и замечаний получили почти все управляющие компании. Есть, скажем, фронт работы для всех управляющих компаний. То есть, если первоначальная работа проведена, то теперь надо доводить до надлежащего состояния. По тем компаниям, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности, будут документы направлены вплоть до прокуратуры. Устранить недочеты коммунальщиков все равно придется. А некоторые еще и заплатят штрафы за нерасторопность. Некачественная уборка дворов стала поводом для административных протоколов в адрес управляющих компаний.